Я пришла в ЗАГС, и у меня просто из головы вылетело. Не могла избавиться от этого синдрома бесплатного фотографа. Я пытаюсь раскрепостить человека. Приходится даже шутить какие-то шуточки. Фотограф сегодня профессия популярная. Для большинства мастеров этого дела все начинается как хобби. А самые последовательные и увлеченные находят в этом занятии дело жизни. Знакомьтесь, идейная и целеустремленная Юлия Данильчук. Честно, фотографом я не мечтала стать. Где-то давно, в далеком детстве, почему-то я хотела стать поваром. Я не то что любила готовить, я любила просто вкусно кушать. Получилось, что учиться на повара я тоже не пошла. Пошла учиться на экономиста. Работала после обучения несколько лет в этой сфере. Мне стало честно, скучно. Показалось, что я трачу просто свое время, когда просиживаю просто в офисе. И, скажем так, вспомнила свою старую фотокамеру. На тот момент это была непрофессиональная фотокамера. Мы часто ездили с друзьями отдыхать. И мне хотелось запечатлеть каждый момент нашего отдыха. Какой-то новый город, новая локация. Я поймала себя на мысли, что картинка уже не та. Что-то хочется более интересного, потому что я смотрела работы других фотографов. И поняла, что хочу дальше развиваться в сфере фотографии. Для этого нужно обучаться и поменять, естественно, технику. Параллельно фотографировала, когда приобрела камеру. Также фотографировала своих родных, близких, друзей. Очень долго не могла брать с них деньги. Не могла избавиться от этого синдрома бесплатного фотографа. Мне казалось, что я еще не настолько уверена в своей работе, что могу брать деньги за это. Знакомые меня порекомендовали и мне предложили первую свадебную съемку. Я с радостью согласилась. Было очень волнительно, я очень переживала. Я готовилась, выбирала позы, подбирала. Смотрела фотографии других фотографов. И вот настал тот день, икс, я пришла в ЗАГС. Это была обычная прогулочная съемка, ЗАГС, плюс фотографии с родственниками. И у меня просто из головы вылетело все, что я себе делала какие-то заметки. Я просто была в ступоре, мне было страшно. Но тем не менее я справилась, все получилось. Все остались довольны, и я поняла, что мне нравится этот процесс. Я больше люблю работать с людьми, то есть именно с эмоциями людей. Есть люди, которые умеют себя подать на фотографии, то есть более профессионально. И есть люди, это гости, родители, бабушки или другие еще люди, которые не умеют абсолютно вести себя перед камерой. И ты с ним, естественно, им помогаешь, выставляешь и свет, и позы. В первую очередь я налаживаю контакт с человеком. Мне нужно понимать, какой это человек, как он себя ведет. То есть есть такие заказчики, которые, ой, вы знаете, я вот хочу сфотографироваться, но я не люблю фотографироваться. Я считаю, что я нефотогеничный, я считаю, что я нехорошо получаюсь на кадрах. Многие стараются не улыбаться. Я пытаюсь раскрепостить человека. Приходится даже шутить какие-то шуточки, вплоть до анекдотов рассказывать. Чтобы раскрепостить, я еще включаю музыку. Я бы всем, наверное, посоветовала не стесняться, не бояться камеры, ни в коем случае не стесняться фотографа, человека, который с вами работает. Нужно доверять друг другу, общаться. И сам, в первую очередь, это любить себя таким, какой ты есть. В моей жизни всегда присутствует еще одна работа. Я свадебный координатор. Собственно, почему я еще и свадебный фотограф? Потому что я уже много лет работаю свадебным координатором в свадебном агентстве. Я работаю непосредственно в день свадьбы с молодоженами. Создаю им тайминг определенного свадебного дня. И мне это помогает в дальнейшем для своей работы фотографа. Так как, когда я встречаюсь уже с молодоженами именно как фотограф, я могу им посоветовать очень много локаций, могу посоветовать подрядчиков, могу составить им тайминг. То есть им уже намного проще работать со мной. Я не скажу, что у меня очень высокий ценник. То есть я, скажем так, профессиональный, но более бюджетный фотограф. Есть фотографы, у которых ценники в два-три раза выше моего. Но здесь, безусловно, идет уже именно от самого фотографа, от человека. Насколько человек ценит свою работу, насколько он в себе уверен. И на самом деле на любого фотографа, на любой ценник найдется свой заказчик. Потому что изначально, когда встречаемся, составляем смету с молодоженами, ну на примере свадьбы, допустим, расскажем, это можно сделать также на примере индивидуальной съемки. Когда встречаемся с заказчиком, мы всегда спрашиваем бюджет. То есть если праздничное агентство говорит, ой, это не меньше 500, на самом деле нет. На самом деле все отталкивается от того, какой бюджет у заказчика. Можно сделать и на 200 тысяч, можно сделать и на 300 тысяч, можно сделать на 500 и выше. То есть все зависит от суммы. Точно так же и подбираются и подрядчики. Например, вот если говорить о том, как я свадебный координатор и организатор, то мы выбираем по бюджету. Чтобы все вместить, мы подбираем фотографов уже в бюджет, который будет чуть ниже. Например, не 100 тысяч, а 50 тысяч. И предлагаем заказчику варианты на выбор. И уже именно непосредственно жених-невеста или заказчик, они выбирают по стоимости и по материалу, которым нравятся фотографии, либо не нравятся. Фотограф, он все равно нужен на свадьбе. Потому что это такие моменты, которые потом хочется пересматривать. Я сама замужем была. У меня есть тоже, также была свадебная фотосессия. Когда ты смотришь, ты вспоминаешь этот день. И те эмоции, которые ты пережил, их ничем не заменить. То есть видео и фото, я считаю, что это в первую очередь нужно. Многие думают, что просто купив камеру, ты можешь нажимать на кнопочку и все. И ты будешь зарабатывать очень много денег. На самом деле это не так. Естественно, по-разному все приходят в эту сферу работать. Кто-то именно, чтобы зарабатывать большие деньги. Кто-то, у кого-то это перетекает из просто увлечения, хобби, уже в какую-то работу, в заработок. Я приходила сюда именно не с целью заработка, больше, наверное, затрат я сюда внесла, скажем так. Потому что это большие вложения. Это большие вложения как финансовые, так физические. И это нужно очень много времени на это потратить. На самом деле тут больше, наверное, творчество и талант имеет значение. Если человеку это интересно, это нужно развивать. Чтобы это развивать, это, конечно, нужно учиться. Очень часто мы используем фотосессии заранее, за дату. То есть, если это выездная регистрация, то выездная регистрация – это просто постановочная красивая картинка уже расписанных людей. То есть, молодожены расписываются намного раньше в ЗАГСе. Это не обязательно праздничная вообще торжественная регистрация. Подбираем образ. Какое-то красивое платье. Либо это, если утро невесты, то это какое-то красивое белье, либо халатик. Мы снимаем спокойно, не торопясь. Утро жениха, утро невесты. Снимаем их совместную съемку. То есть, бывает такой момент, что мы заранее уже сделали всю эту съемку. Приезжают гости уже на выездную регистрацию. Спокойно также приезжает жених с невестой на выездную регистрацию. И мы уже можем даже какие-то фотографии транслировать уже на банкете. Как правило, еще даже распечатывают фотографии для родителей, дарят уже на холстах больших. Уже готовые фотографии. Сейчас мы не ездим по городу, парк Гагарина, вечный огонь, сфера любви, как это было раньше. На самом деле, в некоторых свадьбах даже еще придумывают выкуп. Не как раньше. Ходили по каждому этажу пешком, каждую лесенку считали. Наверное, сейчас больше в тренде минимализм. Я в последнее время уже не вижу вот этих вот ленточек, шариков на машинах. Все уже более спокойно. Если раньше еще были, я помню, в моде, это цвета на свадьбах. Это лимонная свадьба, бирюзовая свадьба. То есть яркие такие акценты. То сейчас это уже не в тренде. Сейчас более классические, пастельные тона, минимализм. Безусловно, я остаюсь свадебным фотографом. И не только свадебным, и семейным. Фотографом, и детским фотографом. Но я хочу попробовать себя в другой нише, в которой я ни разу себя не пробовала. Я хочу попробовать себя в бадуарных, индивидуальных съемках. Более, наверное, в стиле ню. В будущем, может быть, но не завтра, не послезавтра. Я хочу что-то вот на потопе такой выставки сделать. Для себя. То есть просто, что я могу себе это позволить. И я хочу это себе позволить.